Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Александр Пичеви. Перед просмотром поставьте лайк и комментарий. Сразу сниму больше всего для вас видео. Сегодня такая ситуация интересная. Может быть, у многих магов подобная ситуация была, ведьм. Я советую вам от таких клиентов избавляться. Первое. Это когда вы работаете и еще какой-то маг работает или ведьма. В чем здесь есть опасность? То, что вы, по сути, непонятно, что творите. Разные виды магии переплетаются и дерьмище получается. И, конечно же, тот маг обвинит вас, клиентке сказав. Но тут еще одна есть хитрость такая, которую используют эти маги. Второй запасной вариант его называют, да? Это когда, допустим, вы работаете, вам платят так себе, а то магу хорошо платят. И человек потом делает следующее. Он понимает, что не нужно напрягаться, потому что другой маг же колдует. Он же работает за копейки. А ему платят большие деньги. Он говорит, что все будет, все нормально. И причем самое интересное, он начинает еще лезть в вашу работу. Через клиента говорит, а ты знаешь, посоветуй вот это. А посоветуй вот это ему. А посоветуй. То есть он суется и указывает вам, как работать. Это ладно, еще полбеды шизофрении, можно нахрен послать вместе с клиентом. Но есть еще одна ситуация. Когда вы потом говорите, я не буду работать, допустим, или не хотите. Или наоборот избавляется от вас и говорит маг. Ой, слушай, не работай с ним, он там мошенник и так далее. Никакого результата не было. Хотя он был нанятый, да? Первым. И потом следующее происходит. Все, что вы сделали, все, что вы наколдовали этому клиенту, все, что намагичили, потом вот этот маг присваивает себе. Он просто ждет, что вы сделаете, наколдуете все, вы создадите связи, или там приворот, или отвороты, или улучшите жизнь. И он потом присвоит все себе. Он это подождет, он ни хрена делать не будет. Даже если он, наверное, может и не может это делать, и не умеет, неопытный. Просто мошенник-балабол. И эта шарашкина контора потом поворачивается против вас. Вот почему нужно избавляться от таких связей, когда вы работаете, еще какая-то гадалка. Иначе эта гадалка потом присвоит все достижения, ваши успехи себе. И она получит, так сказать, сумму еще сверху в качестве подарка от вашего же наемного работника, да? То есть, точнее, вашего работодателя, да? Тот, на кого вы работаете. То есть, это все грозит тем, что вас спишут со счетов и скажут, да, это работал он. А вы не работали ни хрена. Вы смотрите, бедная трудилась, жопу рвала. Это чушь собачья. Поэтому никогда не работайте, как говорится, на две стороны. И когда вам говорят, что вот советуется этот клиент еще с какими-то магами и работает, и вас нанял. Только вы должны лично работать с этим человеком. Никто посторонний не должен работать. Иначе вашу работу присвоят, вашу работу грязью польют, а скажут, а, это же я сделал. Хотя вы пахали, хотя вы все создавали. Возможно, даже чистили человека, спасали, тратили свое время. Это все будет впустую. Это неблагодарные твари. Поэтому я советую избавляться от таких клиентов сразу. Избавляться нужно, как говорится, и говорить, я работаю лично с вами. Или вы работаете там с другими. Мне нахрен насрать. Потому что иначе бывают случаи, не только у меня, у меня у знакомой цыганки, здесь у нас в Екатеринбурге, то же самое присваивают себе достижения, какие-то великие чмошники из интернета, что это типа они наколдовали, хотя цыганка пахала, как говорится, куча средств убухала и куча времени на это все, чтобы создать их отношения, улучшить, так сказать, чтобы муж вернулся, любовь началась и так далее, соперницу убрать. То есть это долгая, кропотливая работа. Самая грязная работа – это приворот и отворот и любовь. Деньги – это более чистенькая такая работа или богатство. Ветрище задолбало. Поэтому я говорю, если у вас такая подобная ситуация есть, вы спрашиваете сразу у клиента. Есть ли второй маг или гадалка, к которому он обращается или работает, или советуется каким-то образом. Зачем советы раздавать другому магу, как говорится, когда у каждого свой опыт и свой метод работы. Таких советчиков надо нахрен посылать. Поэтому, естественно, еще может выкрутиться так, что та будет вторая гадалка промывать мозги и говорит, что вот, все, избавься от него и так далее. И вы просто пошлете нафиг ситуацию. И тоже человек потом, так сказать, наготовенькое, на колдовство уже, так сказать, свое что-то налепит, но так не напрягаясь. И получится то, что нифига тут акустика, тут нужно в хоре петь. Вот. И получится так, что, типа, вы ни хрена не работаете, вы мошенник, вы идиоты, а вот тот как раз лодырь, который ни хрена не колдовал, не делал работу свою, не тратил время, а может быть вообще в интернете своими днями сидел, там инфо-цыган. Он, получается, великий маг, он все работал, он делал. Поэтому избавляйтесь от таких людей, которые на две стороны работают. 50 магов обращаются, или с вами он работает, чтобы добить ситуацию, потом иди нафиг на четыре стороны, когда решили вы ему проблему. Или, как говорится, до свидания. Потому что с такими людьми не работайте. Кто не сталкивался с такой, как говорится, ситуацией. Эта ситуация часто распространена. Присваивание чужого труда. Это в России вообще, как говорится, в стране мошенников легко работает. И поэтому вам нужно просто быть в курсе этого и заранее спрашивать клиентов своих, заранее пытать их, так сказать. Иначе просто произойдет ситуация, что вы будете в лохах, в дураках, и вам и не заплатят за работу, и грязью польют, и еще какую-нибудь фигню выдумают про вас. А тот, кто вас обманул как раз, который работал второй маг, он присвоит всю вашу работу, весь ваш труд, и будет такой весь великий магистр, как говорится, а вы так себе, как говорится, на паперти балабол, да? Поменяйтесь ролями вместе с ним. Ну что ж, всем удачи, успех. С вами был Альцам Чувства. В тело комментируйте. После удачи включайте свои мозги уже. Не дайте себя обмануть.